Прежде чем мы начнем чего-то говорить про математику, значит, я должен Владу сказать спасибо за приглашение в Питер, и будучи долгое время, значит, российским гражданином, я так и не собрался выбраться из Новосибирска в Петербург, поскольку это был конец 90-х годов, когда ездить аспиранту было просто не на что, и расстояние было, в общем-то, в смысле денег космически. Теперь все это проще стало. Питер для меня, когда я в институте сказал, что я в Питер, то, естественно, народ сразу вспомнил Перельмана и Смирнова. Если разговариваешь с обычными немцами, они вспоминают Путина и Медведева. А для меня Петербург – это город музыкальных групп, таких как НОМ или Аукцион. У меня это ассоциация с Петербургом. То есть не с теми общеизвестными нынче людьми, в очень широком и не в очень широком смысле. Так что я очень рад быть здесь, и тем более есть возможность сделать доклад. Значит, как уже Влад сказал, речь пойдет о блужданиях в коносах. Да, и по-русски я не писал уже, наверное, очень долго. Говорю-то каждый день, а вот... И комбинаторные приложения. Начну я с комбинаторики, и начну с очень классической задачи, так называемой задачи о баллотировке. У нас есть два кандидата, А и Б. И, значит, мы знаем исход выборов. Все как по-настоящему, да? До сентябрьского сговора все так и должно было выглядеть, а потом решили, что кандидат один. Да, значит, у нас есть кандидат А и кандидат Б. И, значит, они, соответственно, получают такое количество голосов, причем N больше, чем M. Да, и, значит, вопрос вот о чем. Теперь у нас мы представляем подсчет голосов как динамический процесс. Бюллетени сложены в одну стопку, и мы считаем это все дело, значит, один голос за другим. И таким образом у нас получается динамический процесс голосования. То есть мы знаем, сколько в данный момент, то есть сколько голосов подано за первого кандидата и сколько за второго в момент, когда мы посчитали IT и бюллетени. И вопрос состоит в том, сколько возможностей посчитать голоса, или сколько есть возможностей посчитать голоса, так, что первый кандидат, или так, что кандидат А все время лидирует. Вопрос понятен, да? Вот у нас есть процесс подсчета, и мы хотим понять, то есть у него нервная жена звонит ему постоянно, или что же, по каким-то причинам он хочет все время лидировать, не в один из моих, хотя он знает, ну, да, в некоторых случаях знает, в некоторых не знает, что в конце он все равно выиграет, но вот ситуация, значит, такая. Значит, мы можем все это дело представить следующим образом. То есть у нас есть количество голосов, это большое, n большое, n плюс m, да? Да, против всех голосовать тоже нельзя. Значит, мы можем это дело все представить таким образом. у нас есть целочисленная решетка, и в конечный момент времени мы хотим попасть вот в точку с координатами n и m. И на каждом шаге мы можем делать один шаг вправо, или один шаг наверх. То есть мы делаем шаг вправо, если голос подан за второго кандидата, или делаем шаг наверх, если голос подан за первого кандидата. То есть нас, что нас интересует, это вот путь из точки с координатами 0,0 в точку с координатами m,n. Но нас интересует нас интересует не все пути такого сорта, а только те, которые лежат над диагональю. Мы проводим диагональю. И мы хотим посчитать, сколько путей есть, которые лежат целиком над этой диагональю. И эта задача очень старая. 1884 год. И поставил ее, и решил Бертран, известный также своим парадоксом о выборе случайной при случайной хорде в круге. И да, но решение было достаточно сложным, настолько сложным, чтобы понять, его было сложнее, чем решить задачу заново. И французский комбинаторик с именем Антре годом позже решил эту задачу достаточно изящным способом, который состоял в следующем. Наша диагональ. Наша точка с координатами mn. Значит, да, и поскольку первый должен все время лидировать, то мы можем изначально считать, что мы стартуем... При m равном n возникает число каталана. Совершенно верно. Как, значит, посчитать число таких путей? Значит, мы можем сказать, что мы стартуем не из точки 0-0, а из точки 1-0. Поскольку мы хотим, чтобы первый кандидат был все время впереди, что делать с первым голосом совершенно понятно. Он должен... На первом шаге мы должны идти наверх, иначе все условия не выполнены. Мы из этой точки должны попасть в эту точку за n-1 шагов. Вот столько шагов у нас есть, чтобы попасть отсюда, отсюда. И Андрей предложил способ, который состоял в том, что он посчитал все плохие пути. Он посчитал все пути, которые пересекают диагональ и заканчиваются в этой точке. Как считать их? Ну, казалось, хорошие пути это все минус плохие. Все равно задача эквивалентна, но он заметил, что количество плохих путей, которые диагональ пересекает, можно поставить в однозначное соответствие с путями без ограничений, но стартующих из другой точки. Вот. Сегодня этот метод называется просто методом отражений. значит, если мы рассматриваем плохой путь, это тот, который пересекает диагональ. вот мы берем путь, мы в какой-то момент времени попали на диагональ, потом идем дальше и в итоге приземляемся сюда. Значит, что нужно сделать? Вот эту часть пути мы оставляем прежней, а вот часть пути, которая была до пересечения, мы ее отражаем относительной диагонали. Значит, так, и мы должны попасть вот в эту точку каким-то образом. Значит, мы отразили эту часть и таким образом мы считаем все пути, которые начнутся из этой точки и попадут в эту точку. То есть так называемый принцип отражений, который сегодня можно встретить, наверное, во многих курсах теории вероятности университетских, где это применяется к симметричным случайным блужданиям, которые прыгают в плюс и минус и ничку с вероятностями одна-вторая. Интересно отметить, что многие говорят, что вот этот товарищ Андре, он придумал этот принцип отражений, с чем крайне не согласен Феллер, который в своей книге пишет, что хотя в вероятностной литературе приписывается авторство Андре, работы по принципу отражений первые появились совсем не в комбинаторике, не в теории вероятности, а в теории динамических систем и это сделал лорд Кельвин, в общем-то, вот, где эти такие штуки были применены и вот правильнее говорить, что принцип отражений вот произрастает оттуда, а не из работы Андре. Да, и принцип отражений, который, ну, как я уже говорил, он придумал биекцию, то есть она эквивалентна принципу отражений, но он придумал биекцию, которая отражает все между плохими путями и безусловными путями, то есть всеми возможными, но стартующими с другой точки. Вот в этом, так сказать, принцип отражений тоже по существу такая, биекция. Еще один такой же, то есть если мы рассматривать будем, разность голосов, поданных за кандидатов, то получается как я уже сказал, блуждание со скачками, плюс-минус один, то есть если мы теперь будем здесь откладывать время, а здесь ска, это и есть разность голосов, то у нас получится процесс, который может двигаться вот таким образом. И в этой формулировке мы хотим посчитать количество путей из точки 0,0 в точку с координатами n и высота в этот момент должна быть n-m. То есть эквивалентная формулировка. Ну а дальше в общем один шаг до вероятностной формулировки количество путей из точки 0,0 в эту точку таких, что ось x не будет пересекаться, это просто вероятность умножить на общее число. путей, а общее число путей 2 в степени n. 2 в степени n, то есть все пути. То есть мы можем переформулировать эту задачу, задачу баллотировки баллотировки эквивалентно вот какой задачи, задача нахождения вероятности того, что положение блуждания в момент времени n есть n минус m или мы можем это как-то другой буквой обозначить m извиняюсь на событии, что tau больше, чем n, где tau это первый момент времени такое, что sk меньше либо равна 0. То есть это условие означает, что мы должны не только в конечный момент времени быть в какой-то определенной точке, но и по пути мы не имеем права пересекать ос x. Вот это является вероятностной формулировкой задачи баллотировки. Вот если вы посмотрите книжку Феллера, то комбинаторика используется для того, чтобы решить некоторые вероятностные задачи. Я в моем докладе попытаюсь отомстить комбинаторикам и с помощью вероятностного метода показать, как можно решать некоторые комбинаторные задачи. Для этого мне хочется дать еще несколько примеров таких комбинаторных задач. значит, есть многомерное обобщение. Да, задача по существу одномерная, хотя у нас есть два кандидата, но задача одномерная, поскольку мы можем просто разность рассматривать, и тогда все становится одномерным. многомерное обобщение. Задача баллотировки, значит, у нас есть теперь K больше двух кандидатов. и конечный счет выборов n1 больше чем n2 больше чем nk. голосов, второй и последний кандидат набрал меньше всех голосов, и мы хотим посчитать сколькими способами можно посчитать голоса. так что кандидаты все время все время находится в одном порядке. то есть это просто многомерное обобщение того же самого. здесь принцип отражений соответствующий уже не сформулировать так просто, но вот это было сделано комбинаториком опять же Ира Гессель. это мужское имя. Несмотря на то, что это не ирландская армия освобождения, не русское имя Ира, я тоже был удивлен. обобщение принципа отражений на так называемые камеры Вейля. В общем, у камеры Вейля есть достаточно сложное алгебраическое определение, но я себе все это время представляю очень просто. В евклидовом пространстве размерности К есть ровно три камеры Вейля с точностью до изоморфизма. Первая камера Вейля выглядит так. значит все вектора с упорядоченными координатами. Вторая камера Вейля иногда она буквой B, иногда буквой C обозначается. Значит то, что первая координата еще самая меньшая координата обязана быть не отрицательной. И третья камера Вейля, которая играет существенную роль, также это значит первая координата по модулю, должна быть меньше, чем вторая, все остальные упорядочены. вот по существу на три таких объекта удалось обобщить принцип отражений, который был придуман или лордом Кельвином, или комбинаториком Андре. Вопрос в том, что мы не к любому, то есть если мы стартуем от случайного блуждания, которое может иметь другие скачки, не обязательно плюс-минус один, возникает естественный вопрос, каким блужданием мы можем применять вот эту всю химию, связанную с принципом отражений. Это не так очевидно, что совершенно очевидно наоборот, что к любому блужданию это применить нельзя, потому что по существу, вот если вы вспомните картинку, которую я стер, по существу было то, что мы границу не можем перепрыгнуть, мы обязаны на ней приземлиться, только тогда мы можем разумно отразить одно в другое. И действительно, если вы через границу прыгаете, то этот метод не работает. Ну так в общем в работе двух других математиков сейчас я нет, фамилии я наверное уже не вспомню, в общем они составили список всех блужданий, которым этот принцип отражения можно применить. В итоге набралось 21 блуждание и все, никакому другому это все дело применять нельзя. Но смысл остается в том, что мы не имеем права перепрыгивать через границу, тогда все получается. А если мы перепрыгиваем через границу, то ничего хорошего не будет. И между блужд... По-моему это вне зависимости от размерности. Ну там никак больше не получается вроде, чем 21. То есть все их выписать... То есть там комбинация прыжков по координатным векторам в каком-то смысле. То есть или мы в одну сторону должны прыгать. В любом случае, если вы запрещаете прыжки через границу, то вот плюс некоторые другие ограничения, вот вырисовывается вот этот тот список, значит. Но они просто все выписаны, ну в каком-то смысле. Мы можем вновь это все дело, то есть вот переформулировать в виде блужданий. пусть СН1, СН2, СНК, К независимых блужданий со скачками плюс минус 1. И мы хотим, значит, следующее, мы хотим, чтобы траектории, то есть если мы будем рассматривать вот этот набор как вектор, как блуждание в камерном пространстве, то что мы хотим, например, чтобы все это дело оставалось в камере Вейля первого типа, значит, ну давайте для примера я срисую из одной статьи, значит, это у нас время, то есть мы берем все пути длины 6, значит, да, должно быть одной высоты, значит, первая траектория у нас стартует из нуля, вторая траектория у нас стартует из 1, 2, 3, четверка, пятерка, шестерка, значит, второе блуждание у нас стартует из пункта 2, потом два раза идет наверх, потом два раза идет вниз, потом идет наверх, а потом идет снова вниз и давайте еще одно нарисуем идет наверх, наверх и снова наверх, потом идет вниз, наверх и вниз. Вот так. Вот у нас есть траектория трех блужданий, которые все время сохраняют их порядок. и между если длина фиксирована, в данном случае это 6, и количество траекторий фиксировано, то с помощью таких траекторий можно однозначно закодировать так называемые полустандартные таблицы Янга. Что мы должны сделать? Мы должны просто вот что посмотреть, мы должны посмотреть на каких временных интервалах траекторий идет сверху вниз. Значит, вот первая траектория на втором интервале идет вниз, потом идет 3, 4, 5. Мы просто нумеруем, записываем числа, номера временных интервалов, где траектория идет вниз. значит, здесь получается, что 3, 4, 6, а здесь получается 4 и 6. И соответственно... Еще раз. Да, таблица кривая, раз, два, три, это четвертый интервал. Три, четыре, а, да, извиняюсь, да, четыре. Вот. Вот. И тогда соответствующая таблица Янга будет выглядеть вот так. Значит, для первой траектории нам дает первый столбец. Значит, потом получается у нас 3, 4, 6. И здесь получается 4, 6. Вот. И это однозначное... Можно показать, что это однозначное соответствие между, значит, таблицами и такими путями и сверху чего? Между порядком каких траекторий? Вот траектории отдельных блужданий, они не пересекаются. Да, они могут уходить вниз, если мы в этой камере типа А находимся. Вот если в этой камере будем находиться, тогда еще будет стоять экран на уровне 0, который не будет давать траектории уходить вниз. То есть да, и что обычно делалось? И с помощью формул для таблиц можно было посчитать количество таких путей, или если вам проще было посчитать количество таких путей, вы могли посчитать количество таблиц. Да, все таблицы имеются в виду, что максимальное число которое здесь в таблице участвует это длина пути. А как вы говорите в камере находится РК, а у вас какие-то плоские траектории? Да, но я имел в виду, что если мы в данном случае у нас блуждание, у нас три разных блуждания, и мы координатами считаем просто блуждание то есть у нас вот это блуждание первые координаты это блуждание второй координат это блуждание третьих координат вот значит да, и такое положение то есть если мы фиксируем точки где блуждание закончится то мы можем то такая штука при произвольных точках называется звездой не спрашивайте меня почему комбинаторики такую конфигурацию путей называют звездой а если мы стартуем из точек 0 2 4 и так далее до точки 2 k и приземляемся точно в тех же точках у нас получается вот такая вот штука если длина большая то есть если n большое чего я на доске нарисовать не могу а количество k не очень большое то у нас получается если все это дело сжать то получается вот вот какая-то такая картинка и это дело очень похоже на какого же ни цвета черные полоски на арбузе если вы на арбуз смотрите они вот так с одного конца уходят в обе стороны и потом приходит так вот вот такая конструкция она и в комбинаторике называется арбузом я сейчас наверное не отвечу на этот вопрос потому что это займет достаточно какое-то количество времени которого то есть ну я вам могу потом не-не-не монотонность по столбцам в ком-то смысле да но это не так напрямую мне кажется то есть вот так сказать можно но вот будет ли это достаточным объяснением да наверное проще всего так так вот вот в общем сухой остаток что существует очень много блужданий вот в камерах Вейля которые связаны с другими объектами там также на горизонте где-то можно установить связь со случайными матрицами и с прочими ныне очень модными объектами но вот этого я с провокационными целями делать не буду и случайной матрицы больше упоминать не буду окей значит еще один да хочу заметить все вот это вот конус что важно название доклада я уже стер блуждание в конусах вот все вот эти три объекта которые здесь написаны это конус значит еще один конус который очень популярен это положительная четверть значит и вот комбинаторики рассматривают очень не видно да хорошо тогда я пожалуй сотру вот это все сколько это было просто картинка значит если мы возьмем r плюс в квадрате это еще один очень популярный конус x y больше нуля и да значит также мы рассматриваем по существу решетку целочисленную так что координаты положительные и значит вы можете достаточно большое количество работ найти которые посвящены вот совершенно определенным блужданием вот блуждание кривераса это где все возможные скачки значит которые вы можете на решетке делать выглядит вот так или вы идете на шаг вниз или на шаг влево или на один шаг по диагонали вправо и наверх есть работа где посчитано точное число путей из точки 0 0 в любую другую точку в положительном квадранте второй очень известный второе очень известное блуждание это блуждание гесселя значит здесь вы можете выбирать выбирать на каждый раз один из четырех шагов возможных я просто нарисую значит понятно что или вправо или влево или по диагоналям да вот как произносить вот этих авторов я даже и не знаю это просто некое отражение блуждания гесселя да всевозможные скачки описываются таким образом нужно сказать несколько слов о том как решают подобного сорта людей от комбинаторики они хотят получить точную формулу чего в теории вероятности встречается редко нас интересуют предельные теоремы поэтому они тратят кучу сил на рассмотрение вот очень специальных задач да то есть пусть очень специальным образом выбранные вещи но зато в конце они хотят получить точную форму в теории вероятностей да точная формула это хорошо но это не всегда получается другой весьма признанный другая весьма широко признанная форма ответа в комбинаторике это производящая функция то есть вы получили производящую функцию вот мой ответ в теории вероятность такое тоже случается этим славятся голландские математики тем что они получают ответ в виде преобразования фурье или преобразования лапласа и говорят вот наш ответ что с этим делать никто не знает то есть да можно получить очень законченный вид для таких преобразований но что дальше ребят вопрос очень непонятный поэтому то есть вот это некий недостаток что точная формула если удается получить конечно очень хорошо но не всегда можно с помощью такой формулы что-то посчитать вот я в качестве примера опять-таки вот вернусь к этой задаче вот количество если мы фиксируем k если мы берем k блужданий который стартует из точек 0, 2, 4 и так далее до 2k-2 и фиксируем конечные точки то количество путей вот выглядит таким страшным образом 2 в степени минус количество сочетаний что такое p p это длина то есть длина каждого пути потом мы берем произведение стоп 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 длина пути у нас будет m m равно 6 а тогда я p сотру и напишу k вот теперь я разобрался с этой формулой m минус i плюс k факториал разделить на 1 вторая m плюс e i факториал 1 вторая m минус e i плюс p минус 1 факториал и еще одно произведение k k и j это положение конечное положение блуждание s m j то есть эта точка вот здесь начальные четные точки да 0 2 4 и так далее красивая формула но такое количество факториалов изничтожает практическую пользу потому что если k порядка 100 у вас то посчитать такое произведение представляется весьма сложным все равно придется применять формулу стирлинга иначе иначе все выглядит проблематично так что вот да наслаждаться точными формулами нужно очень так сказать ну понимая их опасность вот значит так что я еще хотел сказать по поводу блужданий в положительном квадранте есть статья где вот если мы через s нет как же написать это множество допустимых скачков если вот то есть множество допустимых скачков в зависимости от блуждания вот они здесь допустимые скачки перечислены и это собственное множество минус 1 0 1 в квадрате то есть все возможные скачки в рядом расположены на плоскости точки причем точки по диагонали тоже считаются соседними и мы вычитаем точку 0 0 то есть если у нас скачки ограничены то да всегда мы а это запрещено е1 и е2 они не могут иметь общих точек это вот если скачки небольшие то можно попытаться посчитать количество путей с помощью так называемого kernel method как он по-русски называется ядерный метод неправильно говорить ну так или иначе вот есть такой метод где пытаются получить некоторые уравнения для производящей функции числа путей из точки 0 0 в какую-то точку в квадранте и затем находят если есть приличные особенные точки то есть из уравнения можно получить некие особенные точки и потом с помощью сингулярного анализа вокруг этих точек получить некоторые формулы для производящей функции ну вот можно прочитать об этом методе подробнее в книжке флажолей и одлышка или в вероятностной литературе есть очень похожий метод книга Ясногород первый должен быть Файоль и Малышев во всех да вот это целая книга которая посвящена случайным блужданиям на соседних точках и в положительном квадранте где с помощью очень сложных аналитических методов получается выводятся некие формулы скажем так для количества для всевозможных функционалов все те задачи которые вам рассказывал выглядят так да значит теперь я перейду к исключительно вероятностной терминологии вы знаете что аналитика от вероятностника можно отличить по эвклидовому пространству если это РН то это однозначно аналитик если РД то это вероятностник значит теперь никого РК не будет будет только РД нет 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 это я не знаю комбинаторики вообще ли Р использует но да РН и РД это вот две характерные величины по которым можно отличить одних от других значит и у нас есть блуждание СН значит блуждание в РД теперь значит вот это координаты блуждания значит СН понятное дело под блужданием я понимаю следующую вещь что СН это сумма ХИ и ХИ это независимые одинаково распределенные вектора в РД пусть К это будет конус так в том же самом РД на который будут наложены некие ограничения позже в общем и мы введем момент остановки ТАУ-Х это первый момент времени когда наша траектория со стартом в точке Х выходит из конуса К то есть у нас есть некий конус будь то камера веяли положительный квадрат или еще что-то ТАУ-Х это при условии что мы стартуем из точки Х Х должно быть в конусе этот конус покидаем вот конечная цель которая нас будет интересовать это асимптотическое поведение вот такой вероятности то есть это потом всегда можно будет перевести в количество путей длины Н из точки Х в точку У внутри конуса за то что путь лежит целиком внутри конуса отвечает вот это условие ТАУ-Х больше мы считаем вероятность того что стартуя с точки Х мы приземлимся в точке У через Н шагов и конус за это время не покинет вот асимптотическое поведение когда Н стремится к бесконечности вот это наша конечная цель в данном случае да так как я написал по решетке или мы можем писать маленький кубик то есть с вершиной в точке У и ширины характерного размера 1 например конечная цель но поскольку я так долго говорил о комбинаторных приложениях то имеет смысл думать что мы блуждаем по решетке конечная цель но более или менее понятно что для того чтобы получить формулу для этой вероятности нам нужно понять как ведет себя вообще вероятность того что ау х больше n насколько вероятно что мы конус не покинем за время n вот это первая вещь которую нужно понять и начну я то есть с того что покажу вам результат для броуновского движения если мы теперь вместо возьмем броуновское движение bt то есть это d-мерное броуновское движение то есть каждая координата просто есть броуновское движение и координаты независимыми координатами и введем значит tau x броуновское движение это это значит первый момент времени u такой что b u лежит вне конуса поведение вот вероятности того что мы за большое время не выйдем из конуса с помощью когда движение происходит согласно броуновскому движению это было известно достаточно задолго до нас но вот чтобы описать значит мне придется ввести пару обозначений значит мы рассмотрим вот такое уравнение с границей дирехлена границей да с условием дирехлена границы значит это в конусе и нас будет интересовать положительное решение этой краевой задачи если к конус что в нашем случае происходит то существует единственное положительное решение единственной с точностью до константы понятное дело мы можем все время умножать на константу положительное решение этой этой проблемы или как по краевой задаче и значит функцию у от х можно записать вот в таком виде это это модуль х в степени p на некоторую функцию на единичной сфере как можно представить конус любой конус мы можем сгенерировать с помощью множества на единичной сфере если у нас есть множество на единичной сфере мы пускаем все лучи из нуля через точки этой сферы у нас получается конус то есть вот эта функция она является собственным собственным значением оператора Лапласа Бельтрамио на единичной сфере с условием Дерихле на границе вот множество которое порождается то есть мы берем пересечение этого конуса с единичной сферой и там решаем соответствующее уравнение и значит p находится значит вот вот из какого уравнения p это точнее вот какое выражение есть для p значит где лямбда 1 это минимальная минимальная собственная собственное собственное значение вот значит такого оператора значит sd-1 это единичная сфера и m на границе sd-1 sd-1 сf-k минимальное такое значение оно будет положительным где есть такое решение вот значит как определяется p то есть положительная гармоническая функция в конусе это однородная по по расстоянию от нуля функция то есть мы расстояние выносим и значит получается добавка которая зависит грубо говоря от 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 угла на от угла на единичной сфере и вот оказывается что вот этот параметр p он как раз и регулирует убывание значит вероятность того что мы остаемся в конусе значит сейчас я скажу чья это Банюэллос и Смитс на единичной сфере то есть должно удовлетворять вот этому уравнению на пересечении конуса с единичной сферой и с условием Дерехле на границе да да извините вот так Банюэллос и Смитс и год 97 показали что вероятность Тау Х БМ больше Т асимпатически эквивалентно У Х делить на Т пополам при Т стремящемся к бесконечности если мы стартуем Броновское движение с фиксированной точки Х и хотим остаться в конусе до времени как минимум Т то происходит это вот с такой вероятностью что здесь интересно отметить что зависимость от по Т и по Х факторизуется и гармоническая функция в конусе отвечает за зависимость от начального данного по существу вот что значит да внутри конечно да для любого Х внутри конуса здесь я однажды это написал а потом про это забыл просто начинаем мы конечно внутри да значит функция У решает все наши проблемы в каком-то смысле если мы знаем как выглядит У а мы знаем вот таким образом то значит она сама описывает зависимость от начального данного а еще вот этот показатель показывает как быстро вероятность убывает к нулю то есть почти все вся информация которую я хочу знать заложена в этой функции У теперь значит я хочу напомнить вот какую вещь вот это уравнение можно переписать на вероятностном языке мы можем написать что У от Х на самом деле есть ничто иное как математическое ожидание У Х плюс Б Т на событии что Тау Х троновское движение больше чем Т то есть это в некотором смысле генератор Броновское движение это оператор Лаплас и мы можем вот то уравнение да Это нелегко и насколько я понимаю ответ был получен для достаточно общих конусов был получен либо в конце 90-х либо в начале 2000-х профессором Анкона вот то есть это на мой взгляд я не специалист в этой части математики но это по-видимому не совсем просто то есть я знаю что были последовательные обобщения на тему какие конусы можно брать но вот самый последний результат это вот он получен Анконы Алана Анкона ну я думаю вы фамилии слышали если гармоническими функциями занимались да вопрос значит теперь мы возвращаемся к нашим блужданиям как же мне получить что-то вроде гармонической функции для блужданий да хотелось бы значит вот такую вещь иметь да понятно что как я уже сказал броновское движение это универсальный процесс то что возникает в результате аппроксимации любого блуждания со вторым конечным моментом то есть есть вот аналитическая составляющая от которой можно брать в начале вероятностных исследований и от нее плясать то есть Бонюэллес и Смитс по существу они смогли выписать точную формулу для этой вероятности в виде бесконечного ряда что поскольку эта вероятность тоже является решением некоторого уравнения а что делать в дискретном случае вот это не совсем понятно значит поскольку блуждание очень индивидуально они связали вероятность того что мы увидим закон с точки больше чем Т с над ожиданием того что ну да в каком-то смысле можно так думать но то есть они использовали тот факт я сейчас к сожалению не вспомню уравнение то есть для этой вероятности тоже можно написать дифференциальное уравнение и его решить с помощью вот этой гармонической функции и тогда все получается достаточно ясно ну получается бесконечный ряд который если провести некий асимптотический анализ то получается вот такая форма да то есть это некая техническая работа но но в случае бровновского движения в общем дайте мне точку опоры я переверну мир дайте мне гармоническую функцию все остальное я уже сделаю вот то есть вот задача выглядит примерно так и вот я вам сейчас объясню значит как это можно дело перевести на дискретный случай понятно что никакого уравнения дельта у равно нулю в дискретном случае нет нету нету поэтому я выстираю сейчас а до чего нет уже есть дискретный вариант оператора лапласа есть да но дискретный вариант оператора лапласа соответствует блужданию со скачками вдоль координатной оси плюс один или минус один то есть так называемому простому случайному блужданию никакое другое блуждание вы охватить с помощью дискретного лапласиана не сможете а наша цель как я уже попытался объяснить состоит в том что получить универсальное утверждение так значит что можно понимать под под гармонической функцией для для случайного блуждания вот хочется найти вот такую функцию v от x которая бы решала следующее уравнение это было бы математическим ожиданием v x плюс s1 на событии tau x больше 1 если у меня будет решение вот этого уровня v x строго больше 0 для всех x вот хочется найти такую функцию здесь я уже не обязан писать t или n не обязан писать дискретное время поскольку если у меня это есть для единицы для всех остальных времен я это автоматически получаю вот такая проблема возникает как найти такую функцию которая бы мне решала вот эту проблему причем она завязана на каждое конкретное случайное блуждание то есть для каждого блуждания она будет эта функция будет определяться заново то есть нужно построить некий алгоритм точнее предложить некий алгоритм который бы позволял такую функцию строить так ну так вот значит чтобы вот эту задачу решить нам надо ввести некоторые ограничения на конус и на случайное блуждание условия на конус конус у нас будет весьма специальным первое условие которое не столь ограничительно к выпуклый конус второе условие более серьезное существует больший конус k с волной такой что он включает в себя малый конус и функция u u от x остается гармонической в k с волной она уже не может быть положительной она на границе меньшего конуса k принимала значение 0 теперь в большем конусе она просто должна решать уравнение она может менять знак она может становиться отрицательной в множестве k с волной минус k но она должна оставаться гармонической возможно ли это вообще разумный вопрос и это действительно возможно но для этого есть достаточно жесткие ограничения граница конуса k должна быть то что называется аналитической границей то есть должна найтись параметризация так что соответствующих u от x нет u от x это то что было от броуновского движения это у нас есть u от x это как раз то что мы имеем от броуновского движения идея состоит в том что построить построить функцию v через функцию u которая есть из-за броуновского движения вот и значит да вот эта функция u остается гармонической в большем конусе. То есть это серьезное ограничение. Это не любой конус совершенно. То есть если у вас есть какой-то угол, то уже можно задуматься, можно ли... То есть если есть угол на границе, то напрямую не скажешь. Да, в обратную сторону. То есть если граница целиком аналитическая, тогда, значит, можно построить больший конус, в котором и продолжить функцию У гармоническим образом. В обратную сторону. Если мы знаем, что такой конус К с волной есть, так что У продолжается гармоническим образом, то граница старого конуса, исходного К, это множество уровня для функции У. Поскольку функция У гармоническая, то множество уровня, а это будет, по крайней мере, частичное, ну, как это называется? Граница, вот это множество уровня будет состоять максимально... То есть как... Это может быть счетное объединение аналитических кусочков. То есть кусочное аналитическое, это когда конечное или счетное? Ну, в общем, если можно сказать про счетное, то это вот как раз тот случай. Вот, значит, такие условия на конус. Понятно, все круглые конусы можно использовать. Есть, опять же, некоторые другие конусы с углами, где это заведомо выполнено. Теперь условия на блуждание. Первое условие, которое мы введем, это значит математическое ожидание х нулевое. У нас нет сноса в какую-либо сторону. Второе условие... То, что координаты при вращении нашего блуждания не коррелированы. То есть это не независимость, это не коррелированность. И третье условие состоит в том, что у нас должно быть p-моментов. А, даже вот так. Математическое ожидание, модуль х в степени альфа, конечное при некотором альфа больше, чем максимум p2. Мы должны иметь некое количество конечных моментов. То есть чем больше p, тем больше моментов мы должны иметь. Но если p меньше 2, то мы должны иметь чуть больше, чем 2 момента. Окей. Вот условие, которое у нас есть. И значит, поскольку у нас функция продолжаема в больший конус, то мы введем функцию v. Я уже начал говорить по-немецки. Функцию маленькая v от x. Это значит, что у нас будет u от x. x лежит в области g. И модуль x в степени p-a. Если x не лежит в g, где g? Это у нас вот такая страшная штука. Это исходный конус k, объединенный с вот каким событием. x лежит в дополнении к конусу k с таким условием, что расстояние от x до границы конуса меньше либо равно модуль x 1 минус a. То есть эта область g на самом деле целиком лежит в большем k и y. А это некоторое положительное число маленькое. То есть... Да. p это вот то самое p. Она должна быть, грубо говоря, вне области g. Она должна быть чуть меньше, чем внутри этой области g. Вот такое условие. И значит, вот теперь мы можем определить функцию v от x. Это значит, v маленькая от x минус математическое ожидание v x плюс s tau x плюс сумма а, математическое ожидание сумма k от единички до tau x без единички f x плюс s k где функция f f от x это по существу математическое ожидание v x плюс s1 минус v от x если x лежит в области k. Да. Это важно, что она гладкая в нуле и важность g. Важность g, что мы... Ну вот у нас функция u гармоническая, то есть она имеет тот же вид, модуль x степени p, то есть если мы далеко от границы отпрыгиваем, то мы x степени p, грубо говоря, заменяем на нечто меньшее. Так? То есть вот если у нас прыжок, мы если достаточно далеко от границы отпрыгнули, то есть как можно представлять? Вот у нас есть конус k, я вот его так нарисую, и вот есть больший конус k, k с волной. Вот здесь, грубо говоря, расстояние, оно тоже порядка x, порядка модуль x. Так ведь? То есть если мы далеко отпрыгиваем от границ, то мы заменяем функцию, которая порядка x степени p на нечто меньшее. вот такая конструкция. Да, как вы видите, значит, v от x внутри конуса это u от x. Так? То есть мы берем гармоническую функцию для броновского движения и портим ее так, что у нас получается некоторая функция, которая решает вот это уравнение. значит, это есть утверждение теоремы 1. Вот эта функция v является гармонической в смысле, что решает вот то уравнение для блуждания Sn. в конусе k и, кроме того, вероятность того, что tau x больше n ведет себя, соответственно, как функция v от x делить на n в степени p пополам при n стремящемся к бесконечности. То есть по существу асимптотика имеет ровно тот же вид, что и для броновского движения, с той лишь разницей, что мы заменяем функцию u на функцию v, которую мы сконструировали с таким большим трудом. Ну, на самом деле, да, формально вот она так определяется, в чем состоят технические сложности. Да, в общем, в том, что нужно показывать, что вот эти все математические ожидания имеют смысл. то есть мы должны показывать, что в момент, когда мы вышли из конуса, вот эта функция интегрируема, и вот еще вот эти все штуки тоже ничего, тоже жизнь не очень сильно портит. Можно еще раз, какой смысл в этих добавках, вот этих математических? Смысл, в общем... В двух словах. Да, в двух словах. В двух словах, ну вот смотрите, мы находимся в конусе, да, а потом мы выпрыгиваем. И для того, чтобы нам делать разумное утверждение, нам нужно знать, как далеко мы от границы от конуса отпрыгнули. Так называемый перескок нам нужно оценивать. И это одна из самых сложных проблем в разных вероятностных задачах, как оценивать перескок. По существу, вот, да, если вот это все дело вместе свернуть, то получится... Да, вот эта штука, это в некотором смысле перескок, да, а это возникает из-за того, что, ну да, многомерные задачи решать сложным. Мы из них делаем одномерную путем определения некого Мартингала. И чтобы из исходной последовательности Vx плюс Sn получить Мартингал, нам нужно делать такие поправки. То есть это возникает из-за Мартингальной техники, которую мы используем в доказательстве по существу. То есть с Мартингалами удобно работать. Ну вот, это функция восстановления в каком-то смысле. Если хотите, то это функция восстановления для процесса Vx плюс Sn. Вот так вот я бы сказал. Если шаг решетки устремить к нулю и правильно отскалировать, то эта добавка, она не доставка? Да, она будет пропадать, потому что для Броуновского движения мы приземляемся на границе. На границе функция равна нулю. Так, на границе конуса К у нас нуль. Эта штука пропадет сразу. И это тоже пропадет, потому что вот что. Потому что вот что. Вот давайте посмотрим. Функция внутри конуса, функция U гармоническая. Функция V равна функции U, которая была гармоническая. Значит, мы теперь будем раскладывать вот это превращение в ряд Тейлора. U, или так, функция U не определена, Vx плюс Y минус Vx. Давайте я все-таки возьму большой x, да? То есть это превращение случайным. Значит, сначала я должен буду взять и возьму еще матожидание. Градиент умножить на математическое ожидание x. Это занулиться за счет того, что матожидание равно нулю. Так? Потом будут стоять, значит, всякие вторые производные V и Y в точке x на x и xY. Матожидание. Так? Оператор Лапласа, а то, что вне диагональные элементы будут убиваться за счет того, что корреляция равно нулю. И это означает, что второй член тоже пропадает. И у нас получается, что эта разность очень, ну, третьего порядка малости и она тоже пропадет, когда мы все устремим к нулю. То есть это на самом деле то, что используется в доказательстве. Но мы не можем утверждать, что это третьего порядка малости. Мы можем написать, что вот разница x в степени P минус 2 минус дельта. Для какого-то дельта, потому что у нас функция не везде определена, а вот вот это вот нам все портит. То есть мы можем получить в доказательстве вот такую штуку, но не можем лучше. Хотя так, на качественном уровне должно P минус 3 стоять. Матожидание x1 в квадрате равно единице. А, это надо предположить. Матожидание x1 в квадрате y равно единице для всякого y. Конечно, это... По умолчанию они пронормированы так, чтобы модуль был равен единице. В смысле второй момент каждой координаты. Окей. Это еще не вся теорема. Есть еще два... Есть еще одно утверждение. вероятность того, что x плюс sn делить на корень из n лежит в неком множестве a при условии, что tau x больше n стремится к интегралу по множеству a и плотность у y e в степени y квадрат пополам dy и с некой константой снормирующей так, чтобы интеграл по всему конусу вдавал единицу. То есть для всякого a из k. То есть для всякого конечно должно быть барелевским множеством барелевским подножеством конуса. То есть имеет место вот такая предельная теорема. То есть если у нас мы нормируем корнем из n, как в случае броновского движения тоже делается. То есть sn делить на корень из n сходится к броновскому движению. Так вот здесь получается результат аналогичный вот этой броновской аппроксимации, что если n стремится к бесконечности, то мы имеем вот такую вещь. А это просто на самом деле соответствующее выражение для броновского движения. Но вот старт должен быть в нуле у броновского движения. То есть оно из нуля сразу должно заходить в конус и его больше не покидать. Вот значит да, это еще не то, что мы хотим. И я сейчас очень быстренько, поскольку время, как я понимаю, уходит. попытаюсь написать локальную. Да, и доказательство этого результата основано на каплинге. То есть каплинг это такая магическая штука в теории вероятности. Вы пытаетесь найти огромное вероятностное пространство, то есть оно должно быть достаточно богатым, для того, чтобы задать на одном и том же пространстве блуждание sn и броновское движение так, что они от друга далеко не отходят. То есть это чисто вероятностный способ, который по-видимому аналитическими штуками или комбинаторными вещами не заменить. То есть это ну вот такая здоровая пушка, из которой можно стрелять по всяким проблемам и решать их. Я хочу отметить, что способ действительно исключительно вероятностный. То есть ничем другим вот по крайней мере наше доказательство не заменить. В нашем доказательстве это не заменить. Окей. Значит функцию мы построили и даже какую-то предельную теорему уже доказали. И остается теперь вернуться, чтобы круг замкнулся, вернуться к локальным теоремам и все. В общем. Значит, теорема 2. Значит, мы берем блуждание на решетке теперь, чтобы все было честно. блуждание блуждание а периодическое. То есть наибольший общий делитель точек, когда моментов времени n, когда мы одну точку посещаем, равен единице. то есть нет периодов во временах посещения фиксированных точек. Блуждание с n должно быть а периодическим. Тогда тогда, в общем, выполнено следующее. Супремум по всем y из конуса k n в степени p пополам плюс d пополам вероятность того, что x плюс s n равно y tau x больше n минус v x формулы стали длинными. u в точке y делить на корень из n e в степени минус модуль y в квадрате делить на 2n стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности. То есть, это прямой аналог теоремы, локальной теоремы гниденко, когда мы берем супремум по всем возможным значениям y и получаем вот такую асимптотику. Что здесь еще так себе? Здесь так себе малые значения y. Когда у нас y меньше, чем корень из n, вот эта вся штука стремится к нулю. И из этой теоремы мы можем лишь заключить, что при малых значениях y эта вероятность есть o маленькая от n в степени минус p пополам минус d пополам. То есть, мы еще не можем поймать асимптотику в тех случаях, когда вот эта вот штука зануляется асимптотически. Для этого случая у нас есть еще одно утверждение. Для любого фиксированного y в конусе k вероятность того, что x плюс sn равно y при условии tau x больше n это некоторая константа ρ, абсолютная, не зависящая от блуждания. значит, v x v штрих y делить на n в степени p плюс d пополам. Да. Можете напомнить, случайно увеличить на антреатическое, что значит? В одномерном случае это бы означало, что так, сейчас я напишу, вот так, наверное, вероятность того, что x принадлежит d так, d плохо на z равно единице для некоторого h больше либо равном 2, то есть она не на всей решетке, а только да, да, вот, в самой простой, для некоторого, да, то есть если, грубо говоря, если минимальное, если минимальное просто равно z, тогда это а периодическая случайная величина, а здесь, значит, вот такая штука, получается, единственная функция, которая не определена, это v штрих, v штрих, это просто гармоническая функция для блуждания минус sn, то есть мы все, мы вместо превращения x берем блуждание с превращениями, которые распределены как минус x, и тогда получается вот такая вещь, вот, это, значит, формула, с помощью которой уже можно считать количество путей из одной фиксированной точки в конусе в другую фиксированную точку в конусе. Это как-то понятно обходу минус и сам получается? Да, это очень просто, это очень просто понять, это очень просто понять, значит, нужно просто вот что сделать, вот у нас есть конус k, есть одна фиксированная точка, x, а есть другая фиксированная точка y, мы хотим отсюда прийти сюда за n шагов, но поскольку n большое, вот так вот мы не можем, то есть мы должны где-то шарахаться все это время, прежде чем мы в y придем, значит, поэтому блуждание будет выглядеть вот как-то таким образом, значит, мы должны уйти внутрь конуса, а потом вернуться, так и происходит, то есть наше доказательство, оно очень физическое в том смысле, что мы вот эту, вот этот сценарий и отслеживаем, что оно уходит внутрь конуса, а потом возвращается, ну так вот, оно в момент времени, грубо говоря, n пополам должно быть где-то внутри конуса, вот в момент времени n пополам мы разламываем траекторию на 2, а потом разворачиваем вот эту часть, мы вместо того, чтобы отсюда идти сюда, мы пускаем еще одно блуждание со скачками минус x, и они должны встретиться, встретиться в момент времени n пополам внутри конуса, вот в общем-то и как эта формула получается, то есть вероятность того, что вы попадете в какую-то точку этим блужданием, согласно первой части утверждения, это будет n в степени p пополам минус p пополам плюс d пополам, и где-то здесь будете сидеть, и второго блуждания n в степени минус p пополам плюс d пополам, вы должны эти две вероятности перемножить, но тогда получится еще не совсем то, что там стоит, тогда получится n в степени минус p минус d, но количество точек, где они могут встретиться, порядка n в степени d пополам. Так? Когда вот просуммируем, еще получится n в степени d пополам, количество точек вот на где они могут, где два облуждания могут встретиться, поэтому d пополам сокращается и получается такой вот ответ. Да, и это как раз то, что можно использовать в комбинаторике, но я хочу отметить, что это не всегда то, что хотят комбинаторики. Это исключительно асимптотическое утверждение. n стремится к бесконечности, и тогда я знаю главный член асимптотики. Но вот как я уже пытался сказать, значит, явные формулы не всегда имеют преимущество перед асимптотическими, поскольку их надо как-то считать, еще чего там получилось, а точно посчитать очень сложно, поэтому это не совсем. Это не совсем решение тех комбинаторных задач, как это хотят видеть комбинаторики, но асимптотические это универсальный ответ, который для широкого класса конусов и для широкого класса блужданий все это решает. Да, если скачки блуждания ограничены, самое последнее замечание, если скачки блуждания ограничены, то требования существования большего конуса не нужно, тогда без него все получается. Вот, тогда можно просто конус сдвинуть из-за выпуклости внутрь, грубо говоря, на достаточно большое расстояние, и все будет работать. Вот, поскольку мы не можем далеко от границы отпрыгнуть, и все. Так, я, к сожалению, исчерпал свое время, наверное, минут 10 назад, но здесь я заканчиваю. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ